Продолжение следует... Продолжение следует... ...определим, что такое полный клинический ответ. По определению мы можем сказать, что оно опирается на три основные колонны, на три основных столба. Первая – это пальцевой осмотр, который является неотъемлемой и очень важной частью ответа на лечение. И второй столб – это эндоскопическая оценка. И мы должны увидеть что-то вот этого, очень такой широкий шрам, без каких-либо рубец, без каких-либо изъязвлений, без расширения структур, без каких-либо новообразований. И очень многие думают, что мы должны рутинно сделать биопсию этих рубцов. На самом деле здесь мы должны быть очень внимательны, потому что при отрицательной биопсии... Отрицательная биопсия не является частью определения полного клинического ответа. Вы должны быть здесь внимательны, потому что отрицательная биопсия рубца не означает, что вы достигли полного клинического ответа, поэтому будьте здесь внимательны с вот этой биопсией. В результате биопсии третий столб определения полного клинического ответа – это радиологическая оценка. В самом начале мы использовали, мы когда-то использовали МРТ или любой, так скажем, радиологическую оценку для того, чтобы мезоректальный компартмент оценить. Мезоректальный компонент, его невозможно опальпировать или невозможно увидеть при помощи эндоскопа, поэтому нам было необходимо что-то, чтобы оценить именно этот компартмент. Но, тем не менее, поскольку радиология стала улучшаться, на данный момент радиологи могут четко нам сказать, есть ли там полный клинический ответ внутри первичной стенки прямой кишки, просто оценив рубец. Когда они видят вот такого вида зону низкого сигнала внутри зоны первичной опухоли, они могут четко сказать, что это полный клинический ответ с точки зрения радиологической оценки. И посыл номер один здесь заключается в том, что если вам интересно сохранить или сделать сохраняющее лечение у пациента, то вам, скорее всего, понадобится комбинация разнообразных исследований. Нет одного исследования, которое было бы посвящено этому вопросу, вам нужна комбинация также инструментов. И как только вы комбинируете информацию, которая происходит из разных инструментов, то в этом случае вы получите самую лучшую точность в идентифицировании полного клинического ответа. Это первый посыл, который я хотел бы, чтобы вы запомнили. Второй. Дело в том, что уходит время на то, чтобы эти пациенты получили или достигли полного клинического ответа. Если вы посмотрите на наши данные, то в этом случае большинство пациентов, у которых был достигнут полный клинический ответ, они его достигли только после 16 недель. 16 недель с момента завершения химио-лучевой терапии. И, по большому счету, средний интервал достижения полного клинического ответа было 21 неделя. 21 неделя, поэтому нам нужно время. У большинства пациентов у них не будет полного клинического ответа через 6 или 8 недель, как у этого пациента. У большинства пациентов все выглядит вот таким образом. Первичная опухоль была и около полный клинический ответ в первые недели. И только при вторичной оценке вы получите картину, которая будет соответствовать полному клиническому ответу. Итак, посыл номер 2 действительно на это достижение полного клинического ответа уходит время. И очень многое зависит от первичной стадии заболевания. Более распространенной опухоли, на них уходит большее количество времени для достижения полного клинического ответа. А с более ранними заболеваниями пациенты, они раньше будут достигать полного клинического ответа. И даже, принимая это все во внимание, среднее время, тем не менее, достаточно длинное. То есть у пациентов обычно уходит некоторое время на то, чтобы достичь полного клинического ответа. Это надо помнить. И еще один момент. Почему мы не оперируем этих пациентов? Обычное ТМЕ будет достаточно хорошим опытом. Мы пытаемся достичь здесь кое-чего. И идея – это прежде всего избежать значимой инвалидизации у пациента. И также функциональные исходы есть. Это то, что мы должны принимать во внимание, уже не принимая во внимание временную стомму для этих пациентов. Именно поэтому мы очень четко отбираем пациентов и очень четко отслеживаем пациентов до достижения полного клинического ответа. Это очень интенсивная программа наблюдения. В течение трех лет она очень интенсивная. Особенно интенсивная она является в течение первых трех лет с момента достижения полного клинического ответа. Почему? Потому что существует риск локального рецидива. Большинство хирургов чувствуют, что есть подобный риск, потому что повторный рост, локальный повторный рост или рекуррентность опухоли внутри зоны первичной, локализации первичной опухоли – это достаточно частая ситуация. Один из четырех пациентов, скорее всего, столкнется с ситуацией локального рецидива, несмотря на то, что мы достигнем все четыре критерия полного клинического ответа. И вот это самые жесткие данные, которые у нас есть на данный момент, которые показывают, что риск локального рецидива – это приблизительно 25-30% у большинства, на большинстве выборок это было продемонстрировано. И риск локального рецидива достигает плато после трех лет. Это означает, что интенсивная программа наблюдения должна как минимум сохраняться три года. Здесь вы видите достаточно интересные данные. Если вы достигаете полного клинического ответа и при этом его удерживаете безрецидивно в течение трех лет, то в этом случае риск локального рецидива или повторного роста опухоли снижается и становится меньше 5%. Поэтому вам нужно достичь устойчивый полный клинический ответ и после трех лет риск будет снижаться значимо. Итак, у нас есть также интересные новости для вас. Если есть локальный рецидив, то большинство этих пациентов у них будет внутри просветный компонент. Если у них это луминальный компонент, то это означает, что эндоскопия и пальцевой осмотр сможет выявить большинство из этих локальных рецидивов. Да, безусловно, у вас может быть, так скажем, эксклюзивные случаи мезоректального разрастания, но МРТ их сможет выявить. Именно поэтому МРТ является очень важным моментом во время наблюдения за этими пациентами, особенно во время первых трех лет введения пациентов в периоде после лечения. И у нас есть определенные факторы риска, на которых мы можем полагаться. Прежде всего, это стадия Т, базовая стадия Т. Это основные детерминанты факторов риска для локального рецидива. Если это болезнь ранней стадии, то риск локального рецидива гораздо ниже по сравнению с пациентами с более тяжелыми стадиями. Вот это данные, которые мы получили из множества исследований, которые были сведены вот в этом графике. Вы видите, что риск прогрессирования значимый повышается по мере того, как вы переходите от Т1 к Т4. Это 19-31 и почти 40% риска локального повторного роста обухоли в соответствии с стадией Т. И вот эта Т-стадия сама по себе является релевантной, опять-таки, и становится нерелевантной уже, если мы достигаем полного клинического ответа и удерживаем его в течение трех лет. То есть базовая Т-стадия, она является релевантным показателем только в течение первого года. Если пациент пережил уже безрецидивно первый год после терапии, то в этом случае этот фактор риска становится не очень значимым. Но, тем не менее, Н-стадия. Н-стадия на данный момент нет исследования, которое показывает, что Н-стадия является важной для определения факторов риска локального рецидива. Почему? Потому что в основном они это люминальные. Поэтому Т-стадия является более релевантной, более значимой, нежели чем Н-стадия, как только у пациента достигает полного клинического ответа. И третий посыл, который я хотела бы, чтобы вы унесли с собой, если у вас локальный рецидив, то в этом случае вы этих пациентов можете спасти. И большинство этих пациентов, они как раз успешно спасаются, успешно лечатся. И обычно вы проводите именно ту операцию, которую вы могли бы сделать в самом начале. То есть, если у пациента локальный рецидив, то, скорее всего, вам нужно будет НПА. И если вы хотите сохранить сфинктер, то в этом случае вы можете вернуться и сделать именно ту хирургию, которую вы собирали сделать в самом начале. И, опять-таки, у некоторых пациентов есть возможность сделать операцию спасения, так скажем, и убрать рецидив локальной эксизии. И здесь это те пациенты, у которых была ранняя стадия заболевания в самом начале. Если это была в самом начале, ранняя стадия болезни заболевания, то в этом случае у этих пациентов будет вторая возможность органосохраняющей техники. И вы используете локальную эксизию и убираете только локальный рецидив. А что? Давайте теперь посмотрим на метастатическую болезнь, на метастазы. Здесь у нас еще есть стратегия. Если вы посмотрите на встречаемость метастаз, то здесь никаких отличий не наблюдается от тех пациентов, которые проходят хирургическое вмешательство и достигают полного патологического ответа. Если вы разобьете этих пациентов на группы или под группы, то в этом случае вы увидите разницу. Если вы посмотрите на этот слайд, то вы увидите, что есть пациенты, у которых достигнут полный патологический ответ и риск метастаза очень легкий, очень низкий. Те пациенты, которые достигли полного патологического ответа и нет повторного роста, то риск тоже будет очень низкий. И есть пациенты, у которых есть частичный, так скажем, клинический ответ, и затем есть локальный рецидив. И вот у этих пациентов, если в радикальной хирургии они проходят спасение, то в этом случае вот у них будет высокий риск развития удаленных метастазов. Итак, я начал свою презентацию, сказав, что большинство пациентов, у них была техника watch and wait, и это то, чего мы достигли просто по случаю, случайно. А теперь у нас есть возможность все-таки планировать все это. Те пациенты, которым не нужна была химиолучевая терапия, но у которых низкий риск, они получат преимущество от химиолучевой терапии для того, чтобы достичь полного клинического ответа. Соответственно, пациенты с ранним ректальным раком, с Т2Н0 заболеванием, они, скорее всего, получат преимущество от химиолучевой терапии. И вот сегодня мы с вами находимся в эритенции, и химиолучевой терапии в классических режимах уже фактически умерла. Мы используем неодевантную терапию, и вспомните, тотальная неодевантная химиолучевая терапия, ее идея предоставить все возможности, все возможные шансы выживания до хирургии. И самые лучшие возможности для ответа мы сегодня используем. Это либо индукционная химиотерапия, либо это консультационная химиотерапия для того, чтобы улучшить ответ. И, безусловно, единственные данные, которые у нас есть сегодня, на которые мы можем опираться, это предварительные данные исследования ОПРА. В этом исследовании пациентов сравнивали с точки зрения двух режимов ТНТ. Это индукционная химиотерапия по сравнению с консолидационной химиотерапией. И первичные и конечные точки – это достижение полного клинического ответа и выживаемость ПСТМ. И те пациенты, которые были на консолидационной химиотерапии, с химиолочевой терапией в низких дозах, и они достигали хорошие шансы, у них были хорошие шансы достижения полного клинического ответа. И здесь у нас парадокс. Мы пытаемся сказать вам, что болезни ранней стадии, им даже не нужна химиолочевая терапия, а сегодня мы их лечим очень агрессивно при помощи ТНТ. И с единственной только целью достичь полного ответа, действительно ли это дает им преимущество. И мы особенно посмотрели на пациентов с ранней стадией заболевания Т2Н0, которые прошли либо классическую химиолочевую терапию в классических режимах, либо ТНТ-режимы с консолидационной химиотерапией. И здесь вы можете увидеть, что пациенты, которые получали ТНТ-режим, у них была большая вероятность, в два раза более высокая вероятность достижения полного клинического ответа, и они никогда не проходили уже радикальную хирургию. Это означает, что действительно есть, так скажем, некое преимущество в ТНТ-режиме, даже если это пациенты с ранней стадией заболевания. Итак, давайте перейдем к выводам. Сегодня у нас есть клинические, эндоскопические, радиологические критерии того, что такое полный клинический ответ. Да, безусловно, введение пациентов крайне важно. Да, оно должно быть интенсивным, особенно в течение первых трех лет. Но действительно ли всегда у нас такая критическая ситуация? На самом деле адекватное выявление локального рецидива и своевременно сделанное правильное хирургическое вмешательство спасает жизни этим пациентам. Мы должны прежде всего выявить локальный рецидив и правильно его лечить. Безусловно, нет какого-либо влияния этой стратегии на системное заболевание, но тем не менее пациенты с локальным рецидивом у них более высокий риск отсроченного рецидива и развития метастастенты. Режим действительно является значимым инструментом для нас. Консолидационная химиотерапия и долгосрочная химиолочевая терапия – это единственное пока то, что у нас было исследовано, и это ассоциируется с более высоким шансом полного клинического ответа. И, в конце концов, ранняя стадия заболевания также является крайне интересным и также очень важно об этом задумываться. Если вы думаете об ранней стадии и режиме ТНТ, и органно-сохраняющей техники, то в этом случае ТНТ действительно дает наилучшие возможности достичь полного клинического ответа. И даже если у нас локальный рецидив, в этом случае у нас все равно есть возможность предоставить пациенту органно-сохраняющую технику с локальной эксцидией. И, соответственно, когда мы можем избегать хирургии у пациентов с раком среднеампулярного отдела прямой кишки, надо сказать, что для высокого риска пациентов это все еще случайность. Это пациенты, которым нужна химиолочевая терапия в любом случае, и в конце концов они могут достичь полного клинического ответа. Тем не менее, для дистального отдела прямой кишки, для тех пациентов, у которых ректальный рак, который можно увидеть, можно пальпировать, эти пациенты получат преимущество от режима ТНТ, высокого риска, и это случайность для раннего рака. Когда мы применяем watch and wait, это может быть действительно оправданно. Итак, я хотел бы поблагодарить свою начальницу, которая действительно бросила вызов роли хирурга в лечении подобных пациентов. Именно это... Нет, цитата из ее трудов, это по большому счету то, что она смогла применить. Хороший хирург знает, как оперировать, лучший хирург знает, когда оперировать, но самый лучший хирург знает, когда не оперировать. Большое спасибо за ваше внимание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!